Вот папа умер, мне было 29 лет. Все, что у меня было связано с футболом, это было все папа, папаные надежды, папаные воспоминания. Я накануне рассказывал, когда мне было 13 лет, папа тяжело болел, у него большие проблемы были с сердцем, он думал, что он умрет. И он начал всех своих детей призывать и давать какое-то свое последнее напутствие. И требовал какие-то обещания. И когда дошла очередь до меня, я был один сын, и он мне говорит, так, ты многое уже можешь в футболе, молодец, но ты еще начинаешь. Это может быстро окончиться. Может окончиться, если ты будешь употреблять какие-то напитки. А их нельзя, надо определиться. Или в футбол. Не, папа, я говорю, я буду в футбол. Тогда встань на колени, возьми меня за руку, давай левой рукой за левую руку, она ближе к сердцу, и поклянись, никогда ты не выпьешь. Никогда. Никакие напитки. Начинаем. Чай, кофе, пиво, вино. И чай тоже. Чай, да. Ну, все, вот это вот он мне сказал, чтобы я говорю, папочка, все. С этой, значит, такие моменты. Я, вот начиная с того возраста, я полюбил компот. Вот мой любимый напиток, это компот. Вот когда, я сейчас, я извиняюсь, вчера было у моей жены 45 лет, день рождения. И на дне рождения она знает, здесь стоит ледяной узвар, это будет Саша пить, что он ничего не пьет. И это было до 69 лет. В 69 лет... Вы развязали? Нет. В 69 лет у меня произошел инсульт. У меня еще, у меня три дочери. У меня старшей дочери, она была замужем за футболистом. Футболист, к сожалению, замечательный футболист, он не пошел по этому пути. Вот по пути отношения к алкоголю, как я. Ну, мы назовем его, это Сергей Юран. Сергей Юран, правда. Прекрасный футболист. И у него там были большие проблемы. Короче, ночью звонок, она мне звонит и говорит, папа, он мне сказал, или я прыгаю сейчас с седьмого этажа, или он меня выбрасывает. Вот что мне делать? Она вышла с номера, они в номере жили в этот момент, в этом самом... Он был в Бенфике, в Лизбоне. И она мне позвонила. Я говорю, Илоночка, зайди и постарайся дать ему трубку. Она говорит, да он в таком нигляже. Я говорю, ну все равно постарайся дать ему трубку. И надала ему трубку, я там сказал ему несколько хороших слов, без ругательства. Я просто ему напомнил кое-какие ситуации. Вот. И все. Он меня называл Папуля, Сережа Юран. Он говорит, Папуля, да ну что, все нормально, да это так. Это я просто так сказал. Не-не-не, я говорю, нет. Дай ей трубку. Он дает ей трубку. Я говорю, Илоночка, у тебя все? Да, я не хочу даже его видеть. Я не хочу ничего. Я говорю, все, а давай ему трубку обратно. А он взял, дал ему трубку. Я ему говорю, Сережа, вот тебе даю недельниц срок за твое поведение. Живи потом хоть тысячу лет. Играй в футбол, в любых командах. Дай Бог тебе здоровья, буду желать только тебе, только добра. Но без моей дочери. Вот она, она не заслужила такого отношения. Я считаю, что она не заслужила. Все. Недельный срок развода. Субтитры сделал DimaTorzok